Павлодарские врачи борются за жизнь единственного выжившего в жуткой трагедии, которая произошла накануне в одной из квартир в центре Павлодара. Напомним, спасатели обнаружили в ней тела пяти человек, в том числе двоих детей. Признаки жизни подавал только 34-летний мужчина. Его с ранениями срочно доставили в реанимацию. По данным медикам, пациент поступил в тяжелом состоянии. Он потерял много крови, и хирурги сделали ему сразу две операции. Как проинформировали в клинике, у больного множественные повреждения, левого легкого, дышать самостоятельно он не может и до сих пор не пришел в сознание. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Полиция круглосуточно охраняет пациента. Были ранения, множественные ранения левой грудной клетки. Сразу взят был экстренно в операционный блок, где выявлены ранения, торокобинальное ранение с повреждением левого легкого, множественным повреждением. В данный момент больной находится в отдельной реанимации. Состояние расценивается как стабильно тяжелое. Между тем, именно этого мужчину в полиции называют главным подозреваемым в массовом убийстве. Как стало известно, он бывший военный. Служил контрактником в одной из павлодарских войсковых частей. Не так давно 34-летний Ермурат Иманкулов уволился из вооруженных сил. Известно, что в последнее время мужчина жаловался на то, что не может погасить банковский кредит. Сейчас вся поступающая информация тщательно проверяется. Ведется опрос соседей и представителей КСК. В этой квартире живут квартиранты года два, но я их не знаю. Я никогда с ними не общалась. Это жильцы могут только по площадке передать. Никогда жалов не было.